Добрый вечер, с вами город финансы. Минтруд предложил защитить пенсионные накопления граждан. Кризис вынудила россиян покупать товары под марками ритейлеров. Рубль растет к основным валютам, отыгрывая вчерашний взлет мировых цен нефти. Об этом через несколько секунд. Спонсор рубрики финансовая группа «Сберегательный союз». Министерство труда разрабатывает законопроект, который защитит накопления граждан, находящиеся в управлении ПФР. Если на момент выхода на пенсию на их счетах окажется меньше денег, чем они накопили, об этом пишет газета «Известия». Такая ситуация может возникнуть, если управляющая компания понесет убытки. Проблема касается так называемых «молчунов» и тех, кто платит добровольные повышенные взносы. Изменения призваны исправить пробел в законодательстве, ведь в отношении граждан, накопления которых находятся под управлением негосударственных пенсионных фондов, эти случаи изначально включены в перечень гарантийных. Меж тем, убытки по пенсионному портфелю уже случались. Так, внешэкономбанк, под управлением которого две трети всех пенсионных накоплений, по портфелю «Молчунов» зафиксировал в 2014 году убыток в чуть более 2%. 83% россиян постоянно покупают товары под собственными торговыми марками сети, следует из данных международной исследовательской компании «Нельсон», предоставленных агентству РБК. При этом 41% покупателей берут продукцию под маркой ритейлера при каждом посещении магазина, 22% при каждом втором. Треть респондентов во время опроса отметили, что они стали обращать больше внимания на товары под собственными торговыми марками сетей, объясняя это желанием сэкономить, так как они дешевле брендированных. Также большинство опрошенных отметили увеличение предложения СТМ в магазинах, а треть отметили улучшение качества этих товаров. Они стали доступны в категориях, в которых раньше не присутствовали. Помимо этого, более 80% опрошенных компаний «Нельсон» россиян заявили, что продолжат покупать товары под маркой ритейлера и в будущем, когда уровень их жизни вырастет. Рубль растет к основным валютам, отыгрывая вчерашний взлет мировых цен нефти. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 5 февраля, составляет 76 рублей 46 копеек. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на 2 рубля 80 копеек. Европейская валюта также подешевела на 1 рубль 70 копеек по сравнению с предыдущим значением. И официальный курс евро, установленный Центробанком на завтра, составляет 84 рубля 81 копейку. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает юридическим и физическим лицам выгодные проценты по привлечению сбережений, разнообразные программы по займам и многое другое. Мы гарантируем максимальную открытость бизнеса. Телефон 8 800 5000 977. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, в этом мире богатыми нас делает не то, что мы получаем, а то, что мы отдаем. Субтитры создавал DimaTorzok